Всем привет! Сегодня будет распаковка. Начнем с Валберис. Заказала пластинку имень. Пластинка на тематику аниме. Плотно здесь сидела, там загнулся просто край пленки, поэтому плохо вылазила пластинка. В комплекте идет демо-лист. Здесь персонажи по Наруто, по атаке титанов, по клинку рассекающему демонов и еще какое-то аниме. Ну не знаю, я не все смотрела. Рисунки средние. В принципе на мои короткие ногти они впритык. То есть будет полностью занимать ноготь и не надо никакие композиции составлять и дополнять рисунок. Две пленки защитные. Качество нормальное. У меня от имени, это по-моему первая посылка, пластинка была. Больше у меня продуктов имень нет. И распакуем коробку с интернет-магазина Одива. Давно я там ничего не заказывала. Здесь идет сертификат и декларации перевозку. Заказывала я вздеком. Так как я заказала на сумму 2500 рублей, у меня доставка была бесплатная до пункта выдачи. Также в пункте выдачи мне распечатали чек. Также идет накладная. Подарок вы уже видите, у меня лежит леденец. И все хорошо, прекрасно упаковано. 100-500 километров пупырки. Ничего бы точно у меня здесь не разбилось, не помялось. Сейчас мы все будем потихоньку распаковывать. Первое, что я заказала, нам попадается. Это я просто добирала с лайдер дизайна. Точнее, это водные слайдеры, кошечки новогодние. И первые пластинки у меня от GoStamp. Эти пластинки вы не найдете, по крайней мере, на Валбересе новогодних. Их там уже давно нет. Также демо-лист идет. Рисунки здесь маленькие. Вот здесь уже нужно составлять композицию, даже вот на мои короткие такие ногти. Рисунки сплошные. Паттерны еще их называют. Ковриками еще называют по-другому. Коротковатые. На длинные ногти нужно будет добивать вторым. Повторным, короче, рисунком. Так, это к году кролика. Пластинка, по-моему, была то ли в одном экземпляре, то ли в двух вариациях. Но новогодних было, по-моему, 4 или 5 точно в коллекции. Я на нее тоже давно смотрела. Как-то на Валбересе она мне не попадалась. А вот эту 215-ю, я ее тоже не нашла на Валбересе. Но она мне очень понравилась. Когда я листала сайт Адивы, ее не было в наличии. И когда она появилась, я сделала заказ. В общем, здесь вся посылка из-за двух продуктов. Из-за вот этой пластинки с грибами. Потому что с грибами пластинок практически нет. А если они есть, то там они просто штук 5 и все. На пластинках у Мойера есть. Вот вспомнила Мойеру только на данный момент. Не помню. Может, еще у кого есть. И у Бонпрете была там стилизованная. Но вы ее сейчас не найдете нигде. И заказала три гель-лака. Взяла от ТНЛ. Коллекция 8 чувств. Объем у них идет в двух вариантах. 3,5 и 8 мл. Я взяла на пробу 3,5. Номер 1 белый. Потому что я не нашла классической коллекции. Уже на Адиве. Я покупала раньше номер 28 белый. Но вот его нет. Пришлось взять и на пробу 8 чувств. В принципе, ничего так белый. И второе, из-за чего я заказывала. Это цвет от Гратол номер 13. Васильковый. Очень красивый цвет. Для стемпинга он будет тоже очень красивый. Да и самостоятельный. Вот этот цвет вообще, по-моему, вне сезона идет. В любое время года, если бы вы его выкрасите, он везде подойдет. И заказала повторно Гратол опал. Я сравню его с первой своей типсой из первых партий. Но, конечно, на камеру не будет видно. Но скажу сразу, что этот немножко уже отличается от первой партии. И заказала три краски для стемпинга на пробу от Go Stamp. Вот эту краску только на черный фон. Потому что это хамелеоны. Такие были уже и у Dance Legend, и у Николь Дарри очень давно. У Николь Дарри эти краски были. Они тогда были дорогие. Я их не покупала. И купила в маленьком объеме. Здесь всего лишь 5 мл. Ну, мне пойдет. Потому что я на черный почти стемпинг никогда не делаю. Просто взяла на пробу. Их там три цвета было. И два цветника пришли засохшие. Я написала в группу Дивы. Быстро все решили вопрос. Сказали, что это брак. И мне за эти два лака вернули деньги на счет в личном кабинете на сайте. То есть полную стоимость мне за них вернули. Это брак. Сразу сказали. Так что такое тоже бывает. Я их пыталась реанимировать жидкостью для разбавления. Но ничего подобного. Они не размешались, эти краски. В общем, ну и такое тоже бывает. Главное, что быстро решают проблему насчет этого. Так, я проверяю, все ли у меня в наличии. Потому что я еще до этого кидала в корзину камифу буки. Черные были. В посылке я их не нашла. Полезла на сайт. Свой заказ еще раз проверила. Действительно, их там нет. И я их убрала. Вместо них я положила слайдер. Так, здесь я решила как раз таки их разбавить. На камеру все делаю. Чтобы это не было голословным. В общем, я три раза добавляла этот разбавитель. Даже его через край налила. У меня потекло все. Разъела этот разбавитель на крышке. Наклейку со штрих-кодом. Когда я схватилась. Когда я мешала вот этот морского цвета. Ой, гель-лак. Краску для стемпинга. У меня все через край из-под нее вытекло. Я, короче, вся вымазалась. Эта краска еле как с кожи оттиралась. Пока в душ не пошла, у меня это все не смывалось. Просто-напросто не оттиралось. Настолько вот все высохла та жидкость. И остался только пигмент. Краски должны быть очень пигментированы. Судя по своему остатку. Ну, в общем, болтала я их долго. Добавляла три раза. И ни в какую. Комками. Кисточка задубела. Потому что там в ней забился комок краски. Эта вообще краска не разбавилась. Там верхний слой немножко только размяк. Чтобы кисточка просто окрасилась жидкость. Вот, посмотрите. Все потекло из-под крышки. Пока болтала. Но комок там не расходился. В общем, отставила я эти потом краски. И они у меня так стоят. Надеюсь, может они еще разойдутся со временем. Не знаю. Ничего не скажу насчет них. Будут они еще рабочими или не будут. И не потеряют ли свои свойства после таких манипуляций. Ну, со временем повторюсь, что посмотрим. Потому что у меня еще есть, что вам показать. В общем, вот, посмотрите результат. Все очень красиво. Да, надо было в перчатках это все делать. Но я не думала, что жидкость для разбавления прямо из-под крышки выльется при взбалтывании. У меня такое первый раз. Эта жидкость у меня разбавила от Nail Story. Оранжевый, неоновый. Хорошо. Но вот с этими она как-то у меня не справилась с красками. Посмотрим, постоят они у меня еще какое-то время. И проверим. Вот эта самая краска от Nail Story, которая тоже была кусками. Уже комками досталась. Кисточка здесь испортилась. Здесь по-хорошему надо поменять ее. Разлохматилась, изогнулась из-за того, что там тоже была густая краска. Ну, в общем, ладно. Теперь уже что есть. Надеюсь, в следующий раз они уже будут в рабочем состоянии раствориться пигмент в этой жидкости. Что, приступим к выкраске. Белый гель-лак. Именно белый. Без оттенков голубых, без оттенков желтых. Да, этому лаку надо немножко давать самовыравниваться. На типсе он не самовыравнивался вообще ни в какую. Немножко полосил даже на втором слое. Я его так на первом выбросила. Такой в полупрозрачный выкрасила цвет. Васильковый цвет от Гратол. Двуслойник. В один слой он может местами плешивить. Ну, в общем, как вам сказать. Он и не жидкий, и не густой, и не средний. Вот такая консистенция у него удобная. Но все равно на ногтях и на типсе я его выкрасила в два слоя. Очень глубокий, красивый. Так, гель-лак имеет липкость. Она не жирная, такая как скотч. У Гратола липкость жирная. Так что, если будете на него делать стемпинг, либо дольше сушить, больше чем 30 секунд, минуту, тогда липкость немножко уйдет и будет нормально. Гратола пал тоже очень скользкий. У него очень сильная тоже липкость, жирная. Но очень красивый цвет. Я с ним сделаю себе, наверное, следующий маникюр. Даже не знаю, какой он будет, но постараюсь с этим цветом. Вот здесь даже получился наплыв, но гель-лак просох. Это белый. Так что, напоминаю. Так, Гратол опал. Выкрашиваю на молочную типсу. Я его еще потом выкрашу на прозрачную. У него вот здесь больше такой голубоватый подтон. Вот у меня первая партия была, которой я отдала флакон. У него цвет такой больше, знаете, благородный, к жемчужному, к желтоватому вот такому цвету. На камеру, конечно, не видно. Хотя нет, немножко видно отличие. Вот верхний – это первые партии. Это заказывали еще в совместных закупках с официального сайта. Гратол для оптовиков, в общем. Так что, разница есть в партиях и значительная. Конечно, первая мне нравится больше, чем та, которая у меня сейчас есть. Уже должны под топом, наверное, я вам показала. А может, да, под топом. Еще раз, для сравнения, под вспышкой заметна разница. Вот, посмотрите, все равно слева он более какой-то нежнее оттенок, чем справа. Все-таки мне нравится первая партия. Ну, уже что есть, затем мы будем пользоваться. И при естественном освещении, вот, типсы обе молочные, в два слоя. И под вспышкой, без искусственного, без лампочки, просто вспышка. Отличаются. Ну, ладно уже. Что есть, то есть. Приступим к стемпингу. Конечно, я уже за кадром посидела с пластинками. С каждой пластинки мы сделаем всего лишь по одной типсе. Так, здесь я показываю эффект. Хамелеон. Синий заказала. Синий, фиолетово-голубой. Вот такой цвет классный. На белом желтый. Грязный цвет получается. Так что этот цвет только на черном использовать. Так, ну, сделаем реверсивный стемпинг. Буквально, говорю, по одной типсе. Потому что все, что я смогла выдавить из этих пластин, я уже сделала. И все покажу уже в конце. Так что без комментариев, посмотрим просто на процесс. Синий, фиолетово-голубой. Синий, фиолетово-голубой. Синий, фиолетово-голубой. Синий, фиолетово-голубой. 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 для себя отметили и приятных вам покупок и до новых встреч пока-пока